Привет, с вами Соколан Анастасия, портал Sweetbook.ru и в этом видео мы рассмотрим, как применить форматирование для строки с номером мобильного телефона. Давайте посмотрим, как будет это выглядеть в виде приложения. Мы вводим 11-значный номер телефона и, как мы видим, применяется форматирование при вводе, ну и также при удалении, то есть идет заново применение форматирования. Я заранее подготовила учебный проект и давайте его тогда рассмотрим, из каких он состоит уже компонентов. Как мы видим, у нас есть Storyboard с TextField. TextField уже добавлен аутлетом в ViewController. Также мы назначаем диригатом сам ViewController для этого TextField. Выбираем тип клавиатуры как цифры в NumberPad и уже подтянули метод диригата, который будет вызываться при удалении или добавлении одной цифры. Итак, в чем же будет заключаться наша задача? Она будет заключаться в следующем. У нас будет вводить юзер номер телефона из 11 цифр, например, как этот. И на выходе мы его преобразуем в красивый формат, который удобно читать. Вот таким образом. Первым шагом предлагаю тогда сразу ввести ограничения на максимальное количество цифр в номер телефона. Также я предлагаю сразу объявить метод, который будет приватным, он будет форматировать и на вход он будет принимать номер телефона, который будет приходить ему в виде строки из TextField. И вторым параметром булевое значение удаляем мы символ или добавляем. И на выходе, соответственно, будет форматированный стринг. Вызовем метод здесь и присвоим правильное форматирование TextField. Как же мы поймем, что мы добавляем либо удаляем последнюю цифру? Когда мы будем удалять последнюю цифру, наш range, который к нам приходит, его величина, а именно длина, будет равна единице. Итак, следующим шагом нам понадобится ввести регулярное выражение. Что же такое регулярное выражение? По сути, это универсальный шаблон, который описывает, какие компоненты, это именно какие-то специальные символы, цифры, буквы в разных регистрах могут входить в строку. Это как бы стандарт. То есть из языка в язык, Python, будь то Java, либо Swift, у нас есть определенные символы, которые будут отвечать за специальное обозначение. И, например, в Swift, из-за того, что у нас будет использоваться специальный объект NSRegularExpression, нам нет необходимости указывать начало и конец специальными символами для паттерна. Давайте тогда заведем специальное регулярное выражение, которое будет позволять нам очищать нашу строку. То есть у нас будет приходить отсюда строка, она может содержать разные символы, там плюс, скобки, которые нам не нужны при работе с форматированием, и поэтому нам нужно будет от них избавляться. Я воспользуюсь Unwrapped, но при применении я вам рекомендую, конечно, применять DuCatch. Но я просто экономлю время. Вот, я воспользуюсь специальным объектом. Более подробно вы можете узнать о нем из документации. То есть Apple предоставляет официальную документацию. Как мы видим, это наследник NSObject, NSRegularExpression, и какие, скажем так, манипуляции мы можем проводить. В нашем случае мы будем заменять, убирать как бы символы, которые мы встречаем, на пустой символ. Я задала опцию, что мне важен регистр. И теперь самая важная часть, я сюда передам все возможные символы, которые я хочу удалить из своей строки. Для этого у меня будут квадратные скобки. Первым делом я придам плюсик. Из-за того, что плюс это специальный символ, я беру и две косые указываю. Также через две косые S я укажу дефис. Вот дефиса. Также я должна учесть и скобки. Итак, моя регулярка готова. Теперь я могу ее использовать в своем методе форматирования для очищения. Видите, я вызываю специальный метод. Передаю сюда исходную строку. Никаких дополнительных опций не указываю. И заменяю это все пустым символом. Теперь мне требуется также передать именно NSRange. Для этого я его получу из NSString. Итак, вызовав вот этого вот метода из регулярки, я получила теперь на выходе вот такое чистое представление номера телефона, чтобы применять к нему определенное форматирование. Итак, следующим шагом мне необходимо будет рассмотреть исключительные ситуации, а именно, когда мы добавляем символ и достигаем максимального значения, нам нужно вернуть именно 11-значный номер телефона, то есть мы ограничиваем пользователя вводя дополнительных символов. И вторая исключительная ситуация, если мы удаляем символ, то есть нам нужно будет получить на один символ меньше в строке. Максимальный индекс мы получим, используя специальный метод, и куда мы передадим начальный индекс, и наше в сетке именно maxNumberCount. Итак, наша строка готова. Теперь подобным образом мы поступим, когда мы удаляем символ. Ну все, теперь нам осталось применить специальные шаблоны для красивого отображения номера. Для этого мы разобьем на две ситуации, то есть у нас будет один шаблон до 7 символов, и другой, который будет полностью преобразовывать номер телефона. Как вы уже поняли, регулярное выражение работает с NSRange, поэтому нам необходимо выделить range для начала, а потом мы уже зададим определенный паттерн на замены. Теперь зададим специальные паттерны. Первым делом мы берем один символ, то есть что говорит это обозначение нам, что мы берем один символ, и он будет цифрой, digit. Далее мы указываем три цифры. Вот, три цифры. d плюсик указывает, что у нас неограниченное число цифр. То есть оставшиеся цифры будут указаны этим компонентом. Теперь подобным образом мы создадим второй паттерн, только немножко его видоизменим. Итак, нам нужно передать, то есть вот три цифры, теперь нужно еще три цифры. И потом нужно две цифры и оставшиеся. Наш второй паттерн готов. Теперь мы вывезем специальный метод реплейсинга и укажем шаблон, по которому у нас будут отображаться компоненты. Передаем паттерн. Здесь будет специальный шаблон. В опциях указываем regular expression. Ну и, соответственно, range. Как мы видим, у нас три компонента. Раз, два, три. И, соответственно, здесь будет через доллар оказывается три компонента, которые будут размещаться в строке. Как мы видим, у нас же есть здесь скобки, то есть нам нужно перед второй компонент заключить скобки. Готово. Теперь мы немного видоизменим эту маску для нашего второго случая. Давайте считать количество компонентов. Раз, два, три, четыре, пять. То есть у нас дефис четыре, дефис пять. Наш второй шаблон готов. И финальным шагом нам нужно просто вернуть номер телефона. Но также нужно помнить, что мы должны указать знак плюс в начале. Также необходимо очистить очень тонкий момент, что если к нам придет на вход строка размера меньше либо равно два, и мы из нее еще и удаляем последний символ, то мы просто можем сразу вернуть плюс и не предпринимать никаких специальных преобразований. Давайте тогда укажем guard и возьмем от него отрицание. То есть, если это свое не выполнилось, то мы выполняем этот большой алгоритм, иначе мы просто вернем плюс. Удаляем последний символ, и символов у нас меньше либо равно двум. Давайте же проверим, что же у нас получилось. Попробуем ввести номер телефона. Как видим, накладывается форматирование. Давайте пробуем брать символы. Ничего у нас не ломается, потому что мы специально освоили. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok